С детьми, с людьми надо работать. Не будешь работать с людьми, будешь работать с тобой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остромечева, герой ежемесячного спецвыпуска «Земляк». Хозяйство, которым он руководит уже восьмой год, хорошо известно не только на Брещене, но и за ее пределами. И все потому, что во все времена в нем работали трудолюбивые люди, ценящие родную землю. История Олега Бурака удивительна. Сын двух замечательных педагогов выбрал для себя совсем иную профессиональную стезю. Как признается сам Олег Анатольевич, в его становлении как личности и в выборе дела жизни не последнюю роль сыграла бабушка. Рос практически на руках у бабушки. В то время, наверное, многие, если не все, воспитывались через поколение. То есть родителям некогда было, а воспитывали дед и баба. Так, наверное, и сложилось. Сегодня, в принципе, в жизни пользуюсь, наверное, больше теми, каким меня учила бабушка. Не раз пригодились в жизни и бабушкины наставления, ставшие ориентиром для Олега Бурака на долгие годы. Она всегда говорила, сынок, никто тебе хуже не сделает, чем сам себе. Говорила так тоже. Надо, внучок, не все робити, но все уміти. Надо, по-нашему, по-деревенски таким. Говор был там смешанный такой, почти как тросянка. Потому что угол Ивановский и Украины там практически пересекались, и кровью все вмешалось. Поэтому много такого было, которые иногда применяешь в жизни. В 86-м году семья Бурак переехала в Остромечево, где отцу Олега Анатольевича предложили должность директора школы. 14 лет мне было. И в 8-м классе писали сочинения, кем ты хочешь быть. Ну, я написал, хочу быть агрономом. Наверное, так и получилось. Я говорил чуть-чуть раньше, что вырос и на машинном дворе, и на фермах, и на поле. Поэтому, наверное, больше. Этот отпечаток сыграло все-таки роль детства. Больше в выборе профессии. Ну, вот. И закончил школу без малейшего сомнения. Я сдал экзамен и поступил в Горинскую сельскохозяйственную академию в 89-м году. 26 апреля 1994 года по окончании сельхозакадемии Олег Бурак был принят на работу в хозяйство Остромечева. Бригадиром полеводческой бригады на участке взводы. Прошло и мое становление, наверное, как специалиста, как руководителя. Там пешком, велосипед, сажим. До сих пор все поля по площади. Не только там, а практически по всему хозяйству основные. Потому что интересно было. Для того, чтобы работать, надо знать все. Как можно работать, с чем ты работаешь. Но главным все же оставалось то, с кем приходилось работать. Молодому специалисту, чтобы завоевать доверие и поддержку коллектива, необходимо было доказать свою профессиональную состоятельность. Если хочешь, чтобы тебя уважали, надо, во-первых, иметь богатые знания. И просто быть человеком и по-человечески к людям относиться. Больше ничего не надо. Просто когда люди поймут, что ты знаешь, тебя вокруг пальцами введешь, по-другому будут, то есть, там, всем с тобой работать и к тебе относиться. За годы работы в Остромичево Олег Анатольевич прошел все ступени карьерного роста. От бригадира до заместителя руководителя по растеневодству. Небольшим перерывом в работе в родном хозяйстве стало назначение в 2013-м на должность начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Ляховического райисполкома. Поработавши там неделю-другую, понял, в принципе, что это не моя управленческая деятельность. То есть, наверное, все-таки основное мое призвание – это работа на земле. Это, наверное, самое важное. Вот, и оно до сих пор со мной. Правда, после работы в Ляховическом райисполкоме Олег Анатольевич не вернулся в родное Остромичево, а два с половиной года возглавлял хозяйство Каленковичи Каменецкого района. И все же судьба подготовила Олегу Бураку другую историю. В канун 70-летия Алексея Степановича Скакуна, легендарного руководителя Остромичева, в хозяйстве состоялось отчетно-выборное собрание, на котором на должность руководителя была предложена кандидатура нашего героя. Не хочу лукавить, но, наверное, какой-то, ну, не страх, но улавнение какое-то присутствовало сразу. Ну, потом, шаг за шагом, спасибо коллективу, меня поддержали, приняли, назад проголосовали. Уже после собрания стало понятно, что, наверное, люди доверяют. Главное, коллектив доверил, а потом уже другой вопрос, вот не растеряйте это доверие. Ну, вроде как, получается. Уже семь лет, слава богу, восьмой год. Доверие людей не подвел. За годы руководства Олега Анатольевича показатели хозяйства только приумножило. Сегодня Остромечево объединяет 17 деревень. Возделывает 10,5 тысяч гектаров земли и 311 гектаров сада. Производит, только вдумайтесь, более 200 тысяч тонн молока в год. Таких результатов достигли только благодаря той команде профессионалов, которую удалось сформировать. И такие кадры, подчеркивает Олег Бурак, нужно беречь. 840 человек, коллектив немаленький. С ними жить и работать, решать проблемы их тоже немаловажно. То есть надо понимать, не только работа, но есть еще у людей и жизнь. И надо выслушать человека, помочь в чем-то. Тоже надо, потому что иногда им не к кому-то просто обратиться. Да просто посидеть и выслушать – это уже большое дело. Но если еще и поможешь, если есть такая возможность, то всегда надо делать. Справляться со всем и оставаться человеком помогают бабушкины присказки и родительский пример и воспитание. А еще отмечает наш герой надежный тыл в лице любимой супруги Ольги, которая всегда понимает и поддерживает его в любом решении. Хочу сказать, что повезло, конечно, мне с супругой. Даже очень. Потому что всякое в жизни бывало, но она была всегда рядом. Когда ты идешь на работу в чистой рубашке, в поглаженных штанах, наверное, это очень много значит. Домой приходишь, там, и ужин есть, и до ужина есть. Поэтому тоже, наверное, это важно. А вот о себе, как о муже, наш герой говорит, хотя из доли юмора, но все же скупясь на лесные эпитеты. Я не скажу, что я дома хозяин. Больше, наверное, квартиранты. Ну, как-то так. Но, в принципе, трое деток, и все выросли, выучились, работали. Так-то, слава богу, все складывается неплохо. Для того, чтобы быть успешным руководителем, важно состояться во всех сферах жизни. И все-таки любить свое дело – самый важный элемент для того, чтобы полностью сложился этот пазл. Когда ты любишь свою работу, приносит она удовольствие, будешь спевать везде. Когда видишь результат своего труда, что ты что-то сделал, добился, то вдвойне приятно. Так-то, наверное, жить по-другому равно уже не получится никак. Быть, а не казаться. Жить, а не проживать. Работать, а не делать вид. Всеми этими постулатами сегодня и руководствуется наш земляк, достойный сын прибужской земли Олег Анатольевич Бурак. Наталья Луговкина, Юрий Плинда. Сильней прибужья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова